В гористом сердце Северной Италии раскинулось широкое озеро, высеченное ледниками полтора миллиона лет назад. Озеро Гарда глубиной более 300 метров, глубже озера Лохнесс. И по слухам, здесь также таится монстр. Северная Италия Не могу в это поверить. Чудище озера Гарда впервые появилось в 16 веке. С тех пор встречалось несколько описаний ужасающей твари – полузмеи, полудинозавра. В последнее время это чудище редко замечали, но, судя по недавним слухам, оно, возможно, вернулось. Гратеролла не дает описания существа, но есть одна занимательная деталь – местоположение подводной пещеры, где, по слухам, и обитало чудовище. Вот остров, на котором находятся пещеры. Недалеко находится место, где Клара видела тех странных существ. Но я пришел сюда, чтобы найти существо, подходящее под услышанное описание. В недавних сводках я наткнулся на рыбу, не похожую на остальных. Я нашел множество упоминаний об осетре. В средние века он был деликатесом, доступным лишь дворянству. И эта рыба, если ей удается избежать сетей, может вырасти до гигантских размеров. Я уже знаком с этим семейством доисторических гигантов. Рыба! Это рыба! Вот она! На Аляске я обнаружил, что за легендами об озерном чудовище может стоять осетр. Свидетели описывали огромное существо, которое выпрыгивает из воды. Они могут достигать в длину 6 метров и больше. Представьте, каково увидеть это чудовище в воде. Его без стеснения можно назвать монстром. В этом случае осетр становится главным подозреваемым. Но есть одно «но». Согласно средневековым книгам, осетр некогда жил в водах Италии. Более современные записи гласят, что осетров так активно вылавливали ради икры, что их здесь больше не осталось. Но я не знаю иной рыбы, чьи размеры совпадают с услышанными описаниями. Может ли случиться, что в озере Гарда проживает одинокий гигантский осетр? Если кто и сможет дать ответ, то только рыболовы.